Больной в салоне самолета или купе поезда всегда чрезвычайная ситуация, а если болезнь представляет опасность для пассажиров и рабочего персонала, то к спасению подключаются десятки служб и сотни человек. Алгоритм их действия отрабатывали на территории аэропорта Центральной в Саратове. Почему для учений такого уровня выбрали Саратовскую область и какие службы задействуют в эвакуации больного после экстренной посадки самолета в репортаже Юлии Шишкиной. В Саратовском аэропорту проходят террористские масштабные учения по оказанию экстренной медицинской помощи на транспортных узлах. Задействованы спасатели службы аэропорта, медики. По легенде на самолете обнаружен больной с признаками заболевания сибирской язвой. Заболел остров на борту самолета из Москвы. Дома имеется каталоческое хозяйство, коровы, овцы. Эти сведения вкупе с лихорадкой и высокой температурой подтверждают опасное заболевание. Поэтому условно больного осматривают не просто мерики, а врачи санитарно-карантинного пункта. Здесь модулируют реальную ситуацию – защитные костюмы, средства дезинфекции, измерения температуры с помощью тепловизора. На этих учениях отрабатывают все этапы спасения. Помощь на борту, схему оповещения, госпитализацию. Акцент на хронометраж. Руководители каждой службы отчитываются о поминутных действиях своих сотрудников. Управдник Белозерский изолирует пассажира от остальных пассажиров, огораживает его ширмой из надоразовых простыней и дает ему два пакета для охота класса В. В 13.17 сотрудник СКП одевает защитную одежду, берет противоэпидемическое имущество, дистанционный тепловизор, сотовый телефон. Своя роль и дармативы у медиков аэропорта, противочумного института микроб, служб МВД, ГИБДД, МЧС. За их действиями наблюдают представители Министерства здравоохранения и Центра медицины катастроф страны. Учения в Саратове имеют общероссийское значение. Их цель – отработать новый регламент оказания медицинской помощи в нештатных ситуациях. Если мы поймем, что каждый этап, прописанный в этом регламенте, реально исполним за то время, которое прописано в регламенте, то регламент впоследствии будет утвержден на федеральном уровне и использоваться на территории всех субъектов Российской Федерации. Саратов – подходящая площадка для такого рода учений, говорят в областном Минздраве. Здесь есть воздушный, железнодорожный, речной и автомобильный транспорт, плюс разнообразная медицинская инфраструктура. По словам руководителя штаба учений, первые две трети мероприятия все службы отработали без сбоев. Так, условно пострадавшего с сердечным приступом от аэропорта до областной больницы доставили за 12 минут. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Юлия Шишка, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов, РЕН-ТВ, Саратов. Юлия Шишкин, Максим Пустовалов, Ренитирование и Цена Российский Солиевco. Юлия Шишкин и Бон, Юлия Шишкин, Максим М gently желт depends seconds Hershey уllops. Продолжение следует...